Привет, город! В студии с вами я, Виталий Игнатов и команда Сигмы. Новости минувших выходных и этого понедельника смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. Несколько дней назад в Москве ужесточили ограничительные меры для того, чтобы остановить резкий рост заболеваемости. А на этой неделе удаленка для пожилых, масочный контроль, изменение режима работы кафе и не только пришли уже на Ямал. О новых противоковидных мерах в округе расскажем в сюжете. Про третью волну коронавируса заговорили еще на прошлой неделе. А 20 июня правительство ИНАО объявило о продлении режима повышенной готовности до 31 августа и введении новых ограничительных мер. Всего неделю назад ситуация в других регионах и у нас на Ямале была другая. В последние дни фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. В том числе, к сожалению, и у нас в Новом Уренгое. Сейчас обстоятельства таковы, что мы вынуждены принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего роста количества пациентов. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, неработающим людям старше 65 лет рекомендовали уйти на самоизоляцию, а компаниям перевести сотрудников старше 60 лет на удаленку. Ограничивается посещение органов соцзащиты, одобренные программы и выплаты продлят автоматически по заявлению. Сократили также часы работы кафе и ресторанов. Посещать их теперь можно только до 11 вечера. Ну а самой обсуждаемой мерой стала отмена массовых мероприятий, а также общегородского выпускного. Мы не можем себе позволить такой риск. Собрать в одном помещении сотни детей, учителей и родителей. Понимаю, что все устали от ограничений, но это необходимо, хоть и вызывает много недовольства. Прошу отнестись с пониманием и всей ответственностью. Сознательное отношение горожан действительно необходимо. Среди минимальных правил обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции. В городе фиксируют рост случаев коронавируса и в больнице развернули дополнительные койки, которые уже оказались востребованы. С 20-го числа мы увеличили койечный фонд инфекционного стационара, где проходит лечение пациента с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день открыты койки до 95. Количество койек из них занято было на утро 90. На сегодняшний день мощности нашего корпуса, где находится сейчас инфекционный госпиталь, он рассчитан до 115 койек, то есть мы можем разворачиваться еще дальше на существующих площадях. Также мы имели практику и в 2020 году, когда мы перепрофилировали целый корпус больничный под ковид инфекцию. Помимо соблюдения ограничительных мер, еще одним способом защиты от коронавируса остается прививка. В 11 регионах России уже ввели обязательную вакцинацию. В Новом Уренгое продолжают работать прививочные пункты. Единый телефон для записи на прививку указан на экране. А теперь к цифрам. На выходных в округе выявили 69 новых случаев коронавируса. 19 июня в Новом Уренгое скончалась женщина 89 лет. За прошедшие сутки в Янау заболело коронавирусом еще 37 человек. Пятеро заболевших среди вахтовиков, остальные случаи в муниципалитетах. Больше всего новозаболевших в Новом Уренгое – 7 человек. Город лидировал по заболевшим и все выходные. В Ноябрьске прибавилось к сводке 6 человек, в Салихарде – 5. Всего на госпитализации в больницах находятся 224 пациента. Из них 21 человек в тяжелом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. В Новом Уренгое скончалась женщина 55 лет. В России уже четвертый день подряд выявляют больше 17 тысяч заболевших в сутки. Погибло примерно 450 человек. Выздоровело более 8 тысяч пациентов. Накануне добрая новость из Нового Уренгоя облетела многие СМИ не только нашего округа, но и страны. В субботу произошел пожар в жилом доме на Новый. Людям помощь не потребовалась. Всех эвакуировали и обошлось без пострадавших. А вот кошка из пострадавшей квартиры успела надышаться угарным газом, и новоуренгойские спасатели приводили животное в чувство. К счастью, кошка быстро пришла в себя. Как рассказали нам пожарные, такое в их практике случается постоянно, когда их помощь в эвакуации требуется не только людям, но и их питомцам. О самом пожаре подробнее мы расскажем в программе «Патруль». У российских школьников может появиться возможность учиться на права прямо во время уроков. Такая практика применялась в Советском Союзе. В некоторых школах вместо предмета технология преподавали уроки вождения. Идею возобновления этой практики поддерживают ГИБДД и Совет Федерации. Там считают, что в школе ученикам придется более ответственно подходить к занятиям. И такое обучение поможет избежать формального прохождения курса в автошколе. А как считаете вы? Ждем ваших ответов в разделе опросы на сайте НУР24. Есть извечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Разобраться с проблемами и ответить на вопросы попробуют уже на следующей неделе. А вот кто и когда именно расскажем в новостях короткой строкой. 30 июня пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Конференция в таком формате проводится ежегодно с 2001 года. Это уже 20 эфир, на котором президент в свободной форме ответит на вопросы, беспокоящие россиян. Задать свой вопрос может любой житель страны на специальном сайте или по телефону. Контактная информация на экране. В связи с пандемией популярность медпрофессий и потребность в подготовленных кадрах возросла. В России за два года спрос на врачей вырос в два раза. Такой же показатель и в нашем округе. Напомню, средняя зарплата для работников больниц в Янау составляет 60 тысяч рублей. Те, кто работает непосредственно с ковидом, дополнительно получают 20 тысяч рублей. Особенно востребованными медики оказались в Кировской области. Там показатели поднялись на 312%. Утром 12 июня из Тюмени не смог вылететь самолет в Новую Ренгой. Вылет задержали из-за технических неполадок. Долгое время пассажиры находились на борту, ожидая вылета. Но в итоге их все же пересадили на другое воздушное судно. Представители компании «Ямал», которой принадлежит борт, уже отчитались, что задержка рейса составила 4 часа. И в 10.20 пассажиры все же вылетели в Новую Ренгой. 20 юных ямальцев получили билеты на главный праздник выпускников – «Алые паруса», которые ежегодно проходят в Санкт-Петербурге. Накануне билеты им вручил Дмитрий Ождюхов. Право посетить фестиваль бесплатно получают призеры региональных и всероссийских олимпиад, отличники и победители различных конкурсов. Среди счастливчиков, которые смогут увидеть грандиозные празднования – четверо школьников из Нового Ренгоя. Из газовой столицы в Северную посмотреть выпускное шоу отправятся трое учеников гимназии – Рината Мансурова, Данил Сорокин и Андрей Устмачук, а также Юлия Кузнецова из кадетской школы. Элина Солбаева, Гюлия Димитрадзе, телерадиокомпании «Сигман» для НОР-24. Больше 10 тысяч ямальских школьников получили долгожданные аттестаты. Из-за пандемии коронавируса выпускные в этом году решили отменить. Но вручение заветных документов для ребят все же организовали. Теперь они до гулях лета откроют двери университетских аудиторий. 21 июня мои коллеги отправились на церемонию вручения аттестатов одного из новорингойских классов и пообщались с будущими абитуриентами, которые остались без большого праздника. Сегодня замечательный день. Он важен для нас, но еще важнее он для вас, дорогие 11-классники. С этого момента для вас начинается новая жизнь, открывается новое будущее. Буду скучать по школе, родные лица. Даже не верится, что вот так вот прошли 11 лет, и вот мы конец-то. Этап-то пройден, но думаю, что еще зайду в гости как-нибудь через какое-то время. Все равно буду заглядывать в родную школу. Это надо быть безумно сильным человеком. Чтобы вообще, в общем, пойти в 11-й класс. Это было трудно, но оно того стоило. За весь этот год я поняла, что мысли, рассуждения, они все равно как-то меняются, становятся взрослее, я начинаю мыслить по-другому. И да, я начинаю чувствовать весь этот вкус взрослой жизни. Это мои старания, это усилия. Я очень долго к этому шла, все 11 лет. Я буду поступать в Белгород, в технический вуз, на инженера, инженер-строитель. Мне говорят, что это как прибыльная, престижная работа. Страшно, наверное, не знать, что дальше, не знать, какое тебя ждет будущее. Ну как, я бы не сказала, что это страшно. Ну, волнительно, да. Мы трудились днями, ночами не спали, все 11-й классники подтвердят это. И вот наступил июнь, даже уже не верится, что прошел целый месяц лета, а мы только начинаем чувствовать вкус, дальше будет только лучше. Сформировалась как личность, поняла, что для меня важно. С какими людьми я хочу общаться, кем вообще хочу быть. Начинается уже взрослая, самостоятельная жизнь. Легче не будет, но нас морально подготовили. Нас научили идти вперед, не сдаваться никогда и верить в себя. Все в ваших руках. И как бы ни сложилась ваша судьба, всегда помните о своих родителях, о своей малой родине и о том, что вы граждане великой страны, России. Прошла еще одна неделя, а это значит, что настало время подвести итоги на сайте НУР-24. Мы не забываем отслеживать самые читаемые новости. Что же заинтересовало наших читателей в этот раз, расскажем прямо сейчас. Открывая топ, начитали трагическую историю из Таркасале. Там из-за одного несчастного случая покалечились несколько судеб. А беременная женщина потеряла ребенка и заработала шрамы. Эту историю читайте в разделе «Происшествия». Стали известны подробности ДТП с пострадавшим в Новом Рюнгое. Авария произошла 18 июня на Южной магистрали. Новость эта также залетела в топ читательских интересов. Карантинные ограничения, которые вновь вернулись в регионе, конечно же, в топе у всех россиян. На третьей строчке разместилась новость с принятыми мерами в разных городах страны. С подробностями можно познакомиться в разделе здравоохранения. А вот в некоторых регионах, помимо карантинных ограничений, запрета на массовые мероприятия ввели и обязательную вакцинацию. Антипрививочники негодуют, но идут прививаться. Власти Нового Рюнгоя рассказали, на каком этапе строительства находится озеро Молодежное. Напомню, в изрубленном месте новоуренгойцев появятся современные арт-объекты, площадки для отдыха. Кроме того, на берегу озера заработает фонтан. С макетами проекта знакомьтесь в разделе благоустройства. На шестой строчке россияне с пенсией в полмиллиона. Ну, конечно, новость с громким заголовком привлекла внимание читателей НУР-24. А вот кому хорошо живется, читайте в статье. Шалость не удалась. В Новом Рюнгое дети оккупировали кофейню самообслуживания. Приходят за бесплатными стаканчиками, сахаром и сиропом. Хулиганов засняли на камеру видеонаблюдения. Завершая топ-начитали, актуальна для новоуренгойцев статья с графиком отключения горячей воды. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен кастрюлями и тайзиками. Новостную ленту вместе с вами пролистала Лала Гасанова, те радиокомпания «Сигма» для НУР-24. В Новый Уренгое прилетели лебеди. Красивых птиц заметили в южной части города. Мы отправили нашего оператора Феликса Россихина заснять эти прелестные создания. Понадобилось немного терпения, и лебеди попали в объектив его камеры. Феликса Россихина А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Передаю слово Илье Ветрову. За минувшие выходные и этот понедельник произошло немало происшествий. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова